Испытания на доверчивость Испытания на доверчивость, как в России, расценили пуск американцами запрещенной ранее ракеты. 16. Газета «Коммерсант» номер 231 от 16 декабря 2019 года, СТР. 6. Власти РФ изучают информацию о состоявшемся в конце минувшей недели испытании Пентагоном прототипа баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. До 2 августа такие вооружения США и России иметь запрещалось. Как заявили твердый знак в МИД РФ, пуск подтвердил то, на что Москва указывала многие годы, из элементов мишени для систем противоракетной обороны, ПРО, можно легко собрать ракету меньшей и средней дальности. Между тем испытание прошло весьма символический для отношений России и НАТО день. 9 месяцев до старта. Российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, РСМД, прекратил свое существование только 2 августа, а США уже успели провести испытания двух типов вооружений, которые им по этому соглашению иметь запрещалось, крылатой и баллистической ракет наземного базирования дальности от 500 000 км до 5,5 тысячи км. Последний пуск состоялся в четверг вечером по московскому времени. Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в Twitter, что прототип баллистической ракеты внеядерной конфигурации был запущен с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния. Ее дальность превысила 500 км. По словам Марка Эспера, с разработки до запуска прототипа прошло 9 месяцев. Обычно планирование и проведение такого запуска занимает 24 месяца. Это достижение демонстрирует способность США отвечать на серьезные вызовы национальной безопасности, добавил он. Указание на 9 месяцев призвано, судя по всему, не только продемонстрировать достижения американского военно-промышленного комплекса, но и подчеркнуть. США приступили к разработке ракеты только после того, как 2 февраля за полгода до развала договора РСМД они приостановили свое участие в этом соглашении. Договор 1987 года создавать, испытывать и развертывать подобные виды вооружений России и США запрещал. Однако в Москве в историю с 9 месяцами не поверили. Изучив первые данные об испытании, специалисты пришли к выводу, что справедливость одной из трех претензий, которую РФ ранее предъявляла американцам по части выполнения договора о РСМД, подтвердилась. На протяжении многих лет российская сторона высказывала опасения, что узлы ракет, используемых американцами в качестве мишени для испытания системы ПРО, могут быть задействованы для создания запрещенных по договору о РСМД вооружений. Мы заранее предупреждали о том, что, при испытаниях ПРО, «твердый знак», отрабатывались элементы баллистических ракет наземного базирования средней дальности, заявил «твердый знак» директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «То, что мы наблюдали в конце недели, это результаты их работы за минувшие годы. Наша оценка полностью совпала с реальностью». В августе, после первого испытания американской стороной запрещенной ранее ракеты, российские власти заявили о том, что оказалась оправдана и другая их претензия к США. Наряду с вопросами к ракетам-мишеням, российские дипломаты также на протяжении многих лет говорили, что пусковые установки МК-41 могут быть использованы не только для запуска ракет-перехватчиков, но и для пусков крылатых ракет наземного базирования. Вашингтон эти претензии отвергал, настаивая на том, что для такого пуска потребовалась бы серьезная модификация пускового механизма. Однако испытания 18 августа показали, что сложностей с этим не возникло. Почему США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся договору о РСМД? Третья претензия России к США по договору о РСМД носила скорее концептуальный характер. Москва утверждала, что под определение ракет средней и меньшей дальности подпадают и ударные беспилотники. Вашингтон с этим не соглашался. Как бы то ни было, но после двух состоявшихся в США пусков власти РФ отмечают, что по крайней мере два из трех поднимавшихся Москвой вопроса были оправданными. США же, напомним, обвинили Россию в создании, испытании и развертывании крылатой ракеты наземного базирования А9М-729. Год назад Вашингтон поставил перед Москвой ультиматум, запрещенные ракеты и пусковые установки к ним должны быть уничтожены, иначе США приостановят участие в договоре, а затем выйдут из него. Российская сторона претензий США отвергла, ничего уничтожать не стала и одновременно с Американской приостановила выполнение соглашения. Полгода спустя договор АРСМД окончательно прекратил существование. Символичная дата. Между тем США пока не сообщили важных подробностей о состоявшемся 12 декабря пуске, а потому большинство экспертов лишь сходится во мнении, что были задействованы элементы ракет-мишеней. При этом речь, судя по всему, не идет о разработке на основании ракеты-мишени Хира, которая вызывала у Москвы подозрения о ракете на основе ступени Каста-4. Она использовалась для отработки систем ПРО. Второй вариант задействования двигателя Орион 50С-XLG, который также использовался на ракете-мишени. Пока достоверно неизвестно, что именно использовали американцы в качестве ступеней прототипа баллистической ракеты средней дальности, но визуально это очень напоминает сразу несколько бустеров производства. Эти ступени использовались ранее для испытаний противоракетной обороны, в том числе и без перехвата как такового для отладки датчиков. Вполне вероятно, что на данном этапе с полки взяли готовый ускоритель, подходящий по характеристикам, сказал твердый знак эксперт Российского совета по международным делам, сооснователь проекта Ватфор Дмитрий Стефанович. Головная часть также напоминает некоторые из тех, что использовались в рамках отработки ПРО, но, как представляется, именно над этим элементом могли работать большую часть из тех девяти месяцев, которыми похвастался министр обороны Марк С. Пир. По словам же консультанта Пир-центра Андрея Баклицкого, о том, что была испытана ракета, основанная на старых разработках, говорит и то, что в проекте участвовало Бюро стратегических возможностей Strategic Capabilities Office, которое занимается адаптацией существующих технологий к новым задачам. При этом оба эксперта полагают, что речь идет не о готовой работоспособной системе, а скорее о демонстрации намерений. Бывший американский посол в Москве Джон Хантсман на визах, ракетах и несостоявшихся визитах. Ответ российской стороны уже прозвучал. Еще в феврале была заявлена о необходимости в течение 2019-2020 годов разработать наземный вариант комплекса «Калибр морского базирования» с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Кроме того, гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркун» также прямо заявлена в качестве ответа на возможное размещение американских баллистических ракет средней дальности. Пока по этим направлениям новостей не поступало, но после испытания в Калифорнии это, вероятно, вопрос времени. Между тем мало кто обратил внимание на то, что последний пуск состоялся в весьма символичный день, сороковую годовщину так называемого «двойного решения НАТО». 12 декабря 1979 года в Североатлантическом альянсе решили применять к СССР двойственный подход – размещать на территории Западной Европы ядерные ракеты «Першинг-2И», «БГМ-109Г», «Томахок» и одновременно вести с Москвой переговоры о ликвидации этого вида вооружений. За несколько лет до этого СССР развернул на своих западных рубежах баллистические ракеты средней дальности в ядерной конфигурации типа «Пионер-СС-20». Напомним, после развала договора АРСМД президент РФ Владимир Путин предложил НАТО ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Однако в альянсе его отвергли, сославшись на то, что Россия якобы уже разместила на своей территории ранее запрещенные ракеты, те самые 9М729. Замгенсека ООН и Цзумена Камитсо о возросшей угрозе ядерной войны В России между тем предупреждают, во второй раз двойное решение НАТО о развертывании ракет как метод ведения переговоров не сработает. Вряд ли кто-то в здравом уме может захотеть возврата к 1979 году, особенно с учетом того, что сейчас военно-технологический потенциал совсем другой. И отношения, хочется все же надеяться, не столь конфронтационные, как были во времена советско-американского противостояния, сказал твердый знак Владимир Ермаков. По его словам, применять сейчас двойное решение НАТО даже думать об этом было бы абсурдно. Елена Черненко Субтитры создавал DimaTorzok